Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Итак, мы, посланники, от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал за нас, для нас, жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Аллилуйя. Христос воскрес! Христос воистину воскрес из мертвых! Братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляя именем Господнем, хвалю Бога моего за служение примирения, за действительно величайшее евангельское слово, живое, благую весть, которую Он, Бог Всемогущий, послал в этот мир. Возлюбив этот мир, Отец наш, Бог наш, Создатель наш, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, отдал свою жизнь, свою кровь, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, чтобы всякий-всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог этот мир. Новый Завет и вообще вся Библия раскрывает нам действительно Божье Слово. Это любящее послание любящего Бога. Любовь, Бог есть любовь, и Он примирил с Собою мир, примирил с Собою все человечество, всю Вселенную через жертву свою, отдав свою жизнь, свою кровушку за нас. Доказав однажды и навсегда, доказав ко всему роду людскому, ко всей Вселенной, доказав бескорыстную, истинную, чистую, светлую свою любовь. Слава Господу Иисусу Христу. И в эти дни, когда Святая Церковь воспевает, восклицает, Христос воскрес, и мы отвечаем, воистину воскрес, приветствуемся, христосуемся, особенно на этой неделе. И вообще на протяжении всех сорока дней, когда мы воспоминаем действительно чудо Пасхи Христовой, Пасхи Новозаветной, потому что Христос, когда воскрес из мертвых, на протяжении сорока дней он являлся своим ученикам, являлся верующим. Однажды даже было собрание более чем 500 братьев, конечно же там и сестры, и дети, то есть получается тысячное собрание было. Иисус Христос воскресший, являясь и отдельным верующим, одному-двум верующим, и двенадцати собравшимся, и даже тысячи верующим, он говорил о царстве своем, о своем царстве-государстве, которого нет ни на одной политической карте этого мира, которые не от века сего, но которые единственные, пребывающие вовек, которые действительно непоколебимые. Царство любви, царство веры и надежды, царство Божьей милости, царство государства, Божье царство, царство благодати Божьей. И двери в это царство государства открыты для всех и каждого. Гражданство этого царства государства, Божьего царства гражданства получает всякий призывающий имя Господне, всякий нуждающийся, всякий, кто призовет имя Господа Иисуса Христа, вход в это царство государства открыт. Уже два тысячелетия открыты двери, отверсты двери небес, отверсты двери царства небесного. Эти двери есть Сам Иисус Христос, Сын Бога Живого. Столб и утверждение истины Церковь Его, потому что это есть тело Его. Это Он Сам сейчас, сегодня с нами, среди нас. И самое величайшее таинство всех времен и народов, на протяжении вот этих двух тысяч лет, раскрывающееся таинство, в сердцах верующих это таинство, Сам Христос в нас. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Он с нами не только в какие-то определенные дни праздников, нет, не только в определенные дни Господних, библейских праздников или наших человеческих торжеств каких-то, нет. Он с нами во все дни, абсолютно во все дни, до скончания века. А когда век сей закончится, тогда действительно наступит полнота. И тогда действительно ничто не отлучит нас никогда уже во веки. Слава Господу! Наступит тот день, благословенный день. А как в той песне поется О, хэппи дэй, о, счастливый день, о, прекрасный день, о, бьютифул дэй, вин джизэс вождь майсэнзу бэйн. Когда Господь омыл, Иисус простил, мой Бог омыл все мои грехи. О, хэппи дэй! Мы благодарим Бога всемогущий действительно за хэппи дэй и за хэппи энд. Мы знаем, что закончится все прекрасно действительно в Библии, потому что об этом рассказывается пророчески, потрясающе. Слава Господу! И чтобы в нашей жизни действительно был вот этот хэппи энд и хэппи дэй, вечный Божий день святой, призовем имя Господне и спасемся. Призываем его имя и спасаемся. Призвали его имя и спасены. Слава Богу! И действительно вот это потрясающе, что не знавшего греха Он, Бог Иисуса Христа, сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе Христе, то бишь, сделали справедными перед Ним, перед Богом святым. И это действительно так. Я во Христе, Христос во мне, и я праведен перед Богом во Христе Иисусе, потому что Бог Иисуса Христа, который ныне живет во мне, в моем сердце, Он 2000 лет назад отдал на заклание, не знавшего греха, непорочного агнца своего, взял и пригвоздил ко Кресту руками беззаконных, да, но Он сделал это добровольно. Он ушел на мучение добровольно, Он даже мог бы умолить Отца, Иисус мог бы попросить у Отца действительно, чтобы Тот прислал легионы этих, полки ангельские, знаете ли, которые бы просто разнесли бы нашу планету в пух и прах. Знаете ли, как и не бывало ее, потому что действительно грех, он убийственно действует, и возмездие за грех это смерть, и планетарного масштаба смерть могла бы произойти 2000 лет назад, по сравнению с которой и Третья мировая просто это, знаете ли, слабое подобие, и ничто просто-напросто. Вот действительно грех, он приносил это проклятие, и могло бы быть все так, как вот я сейчас сказал выше, но было все не так. Было все, а так было, как сказано в Писании, как предсказывали пророки. Мессия был унижен и оскорблен, но страдал добровольно. Он был извязлен за грехи наши и мучен за беззаконие наши, но, спасибо Богу, ранами Его мы исцелены ныне, спасены, прощены, освобождены. Спасибо Господу Богу Всебогущему. И сегодня слово примирения ко всем живущим на этой планете. Примиритесь, друзья, с Богом. Дамы и господа, товарищи, возлюбленные, все-все-все-все-все, независимо от цвета кожи, независимо от нашего образования, имущественного положения, социального положения, независимо ни от чего, нашей религии, традиции, культуры. Мы примиримся с Богом и примиряемся с Богом и примирились с Богом через Агнца Божьего Иисуса Христа, который есть же Он же и Лев из колена Иуды. Он действительно настоящий Лев. Он действительно настоящий Спаситель. Он Господь Бог Святой. И Он есть воскресение и жизнь наша. Он сказал, что верующий в Него, если умрет, оживет. Он есть воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Это величайшее послание. И как мы поем в храмах православных, да, в эти дни, и не только в храмах, вообще везде поем. Мне это очень нравится. Мы поем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам, или и сущим во гробах, всем, 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 всем нам жизнь даровав. Мы воспеваем Господу воскресшему и поем, и поем паки-паки, снова и снова, то бишь вновь и вновь мы воспеваем. В воскресенье Христово видевше поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем. Имя Твое прославляем, имя Твое прославляем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью, ибо пришла через крест радость всему миру. Всегда прославляем, имя Господа, поем о воскресенье Его, распятие претерпев. Он смертью смерть победит. Воскресенье 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 Через Иисуса Христа я спасен, оправдан, исцелен, благоставлен всяческими благословениями неба. Через Иисуса Христа жизнь вечная во мне, жизнь бесконечная, жизнь счастливая, пресчастливая во Христе Иисусе. И сегодня для всех миллиардов людей на этой земле Бог дает послание любви, служение, как написано здесь, примирение. Служение, примирение. Примирение с Богом, примирение с самим собой, примирение друг с другом. Во Христе это все реально. Это сейчас, это прямо сейчас. Все же от Бога. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих, читаю. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение, примирение. Потому что Бог во Христе, вот 19 стих хочу выделить сейчас, давайте мы это скажем вместе, дамы и господа, братья и сестры, братики, сестрички, дочечки и сыночки нашего небесного папочки, давайте воскликнем это. Бог во Христе примирил с собою мир весь. Примирил с собой меня, не вменяя мне, не вменяя людям всем преступлений наших, преступлений моих и дал мне слово примирения. Дал всем нам сегодня слово примирения. Потому что когда мы свидетельствуем о Божьей святой любви, этот мир Божий, который превыше всякого человеческого разумения, которое можно лишь умом Христовым постигать. Дамы и господа, этот мир приходит в сердца многих и многих других людей вокруг нас. Как Серафим Саровский перефразировал, ему приписывают, по крайней мере, перефраз той библейской цитаты, фразы. Спасешься ты, написано в Библии, да, и дом спасется, дом твой. А он перефразировал очень красиво, очень так потрясающе красиво. Спасешься сам, и тысячи спасутся вокруг тебя. И, дамы и господа, братья и сестры, действительно это так, это правда. Вокруг нас мы посланники от имени Христова. Дамы и господа, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, он, Бог, сделал жертвою за грех, чтобы мы в нем сделали праведными перед Богом. Спасибо, Господь, за кровь Иисуса Христа, за Голгофу. Благодарю тебя, Господь, за жертву святую, за то, что праведный взял на себя наши немощи и болезни. Понес все уродство этого мира, все проклятие взял на себя. Мы не просили об этом. Мы тебя не могли даже попросить. Мы не надеялись вообще ни на что, Боже, но ты оставил, действительно не оставил нас, не покинул. Ты оставил всякое зло этого мира, переступив через него. Боже, отставил в сторону все это, и ты принес нам свое прощение, свой мир. Как в той песне поется «Сын мой, я долго так ждал, зимы и весны я годы считал». Там есть такие дальше слова Алексея Лидяева из мюзикла. Если не смотрели, посмотрите обязательно, послушайте «Разорванная завеса». Один из самых потрясающих мюзиклов христианства, я считаю, без всякого преувеличения. В наше время точно. И там дальше слова такие есть. «Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой, мое сердце с тобой, мой сын дорогой». Или «дочь дорогая», можно так сказать. «Действительно, завеса разорвавшаяся – это знак, что он разрывает свою одежду, он разрывает эту завесу. И ничто больше не отделяет нас от любви Божьей. Спасибо Господу за все. Благоставляю вас. Всех примирившихся поздравляю. Паки и паки, Христос действительно воскрес. О, ессс. Он живой Бог святой. Все, кто еще на пути к этому примирению, размышляет, рассуждает, просто меньше рассуждайте, меньше размышляйте. Примите эту любовь. Согласитесь с тем, что вы любимые дитя Божьи, что Бог любит вас. Даже если вы сами себе противны, если… Ну, многие люди так признаются мне и говорят, что я сам себя не могу простить. Даже если вы так вот живете сейчас, может быть, в грехе и проклятии, и сами себя ненавидите, но знайте, что Бог вас любит. Он все время это любил нас, вас. И две тысячи лет вас еще в помине не было. Он уже все сделал для спасения. Возлюбив, отдал себя самого на крест. Своего Сына Единородного. Свою кровушку пролил за нас, за всех. За тебя и за меня. Слава Иисусу Христу. И эта Пасха, пусть действительно эти пасхальные дни, постпасхальные и пасхальные, как бы после библейской Пасхи, в православной традиции, на протяжении 40 дней продолжаются еще как бы отголосы, как бы волны такие, знаете ли, по воде пасхальные идут. И в каждом этом восклицании, в каждом песнопении Христос воскрес, воистину воскрес. Призыв, напад этому миру о божественной любви. Напоминание о божественном мире, о божественной любви, о примирении. Слава Господу Иисусу Христу. Благоставляю всех вас священническим благословением любви. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, исцеления, освобождения. Ибо нет другого имени под небом. Не существует, которого действительно, которым мы бы спаслись. И которым реально спаслись. Которым спасаемся. Это имя Иисуса Христа. Спасителя. Господа. Ишуа Машиах. Иисус Христос. Иса Масих. Джизус Христ. Люди на разных языках, на разных наречиях произносят это имя. Благоголее перед тем, кто действительно не знавший греха. Действительно взявший на себя наши немощи и болезни. И ранами, которым мы исцелены. Слава Господу Иисусу Христу. Благоставляю всех вас из города Москвы. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Киевская архиепископия. Мир всем вам. Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть поправ.